Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Сорокин, вы смотрите программу «Про город». Сегодня мы решили отойти от стандартов и выйти за пределы нашей телевизионной студии. Мы отправились в Нижегородский цирк. В ближайший месяц на Нижегородской арене будет по-испански жарко. Нижегородцы увидят настоящую кориду. Дрессировщик в третьем поколении Виталий Тихонов – единственный в мире артист, выходящий на манеж с могучими быками, зубрами и яками. Кроме этих рогатых, нижегородцев будут развлекать и другие. В представлении задействовано 200 животных. О том, как народный артист взял быка за рога, и будем говорить сегодня, Виталий Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот знаете, сразу первый вопрос хочется задать. Вот сколько разных цирков я видел. Тигры, львы были, медведи, но чтобы в главной роли быки. Вот это вот первый раз. Почему именно эти животные? Что я вам на этот вопрос отвечу? Тигров, львов, лошадей, медведей, удавов все видели. А вот таких экзотических животных, необычных, как тибетские яки, американские бизоны – это впервые у нас на манеже российского цирка. И даже за рубежом нет у нас таких аттракционов, которые привезли мы в ваш чудесный город, Нижний Новгород. Зрители увидят и кориду. Вот, видите, представитель кориды. А эти он уже начинает подыгрывать нам. Видите, он начинает. Вот, ну-ка покажись, Марсик, Марсик, покажись. Вот, пожалуйста, я здесь. Но животные ведь трудно поддающейся дрессировке, наверное, да? Это дрессирование очень трудно. Они, во-первых, непредсказуемые животные. Если даже хищника видно, когда он хвостом бит, начинает уши прижимать, щериться, все, видно, что он может напасть. Это уже нет, этот спокойно идет, он разворачивается и сразу пошел. Причем от тигра бежать нельзя, от хищника бежать нельзя. Он прыжком догонит, от этого только бежать. Если ты успел убежать, значит, ты жив будешь. А не успел, он тебя сбивает и катать начинает лбом к землю, понимаете? Вот. Мы таких животных берем очень маленьких. Там пять месяцев. На Тибете, на горы Саяны. Марсик, что делаешь? На. Они горные, получается? Да, они горные живут. На Тибете, так в горах. Чем тяжело, они плохо акклиматизируются, когда опускаются вниз. Как выбор делаете? Вначале я выбор делаю по красоте. Просто влежь. Вот маленький, да. Там белый с черным, серый с красным. Так не с красным, а с коричневым. И вот по таким вот признакам я выбираю. А потом уже я отбираю по характеру. Что идет. И мне приятно то, что вот гамма цветовая очень интересная. Когда выходят они на манеж. Для зрителей, конечно, это, наверное, с насчет. Что это за животные? Они редкие гости на манеже. Это же я фактически... Ну, что делаешь? Хватит. Я фактически один с ними работаю. Уже у нас не в Союзе, в России нет таких номеров. И за рубежом тоже. А сколько в вашей труппе вот быков? Вот я сейчас с сыном начинаю работать. Мы с сыном вместе работаем. У нас совместно 13 голов. 13 яков. Причем все разнообразные. И девочки есть, и мальчики. Марсик. А кто по покладистей, скажем? Знаете, я вам должен сказать. Бывают и девочки агрессивные очень. Вот я сейчас на мальчика все кашусь. Мне кажется, что все-таки быки по... А вы знаете, он и должен таким быть. Раз он на корриду идет, он сильно нападает. А корриду делает мой сын Виктор Тихонов, которого я назвал... О, видите, что делается. Я же говорю... Это он пугает, да? Да, это он нест, это он старается. Ну, а расскажите, а среди этих 13 быков есть у вас любимчики? Кто-то самый такой по душе? Ну, они... По душе обычно... Марсик! Но! По душе они все мне родные. Почему? Потому что я с ними работаю, они меня признают. Есть агрессивные, а есть покладистые. Вот когда покладистые, к ним более-менее относятся. Знаете, как к больному человеку, который вроде и жалко ее и все. И вот такие яки есть, которые идут на все трюки. И к ним как-то больше расположено. А вот я знаю, что была такая история, когда один из яков в жизни вам спас. А, это было. Вы знаете, был як, ак по кличке. Ак это тувинский, ак по-тувински это белый як. Ак. И он действительно был этот, вот видите, белый с черным. А тот был просто белый як. И тувинский ак это белый. И вот один раз, когда закончилось представление, и як этот остался, я его начал загонять. Пошел на комплимент. А сорвался як очень агрессивный. И пошел мне в спину. А этот як, который я взял, перегородил. То ли это смысл, умышленно он это сделал, то ли это автоматически. Но во всяком случае он меня загородил, и як меня не ударил в спину. А если бы ударил в спину, у меня бы уже здесь с вами не было. А этот як, он есть? Есть, да, да. И он работает у меня. И сейчас я с ним готовлю даже новый трюк. Як на мотоцикле. О, даже так? Да, на руле, за рулем мотоцикла. Но вот сейчас только купили мотоцикл, Урал пригнали, потому что... Готовится, то есть номер, да? Да, да. Я думаю, может в конце уже нашей гастроли я попробую показать его зрителям. Но пока усиленно готовится. Потому что надо их к выклопам, и к выстрелу, и к дыму приучать. И все это, понимаете? А каким образом имена вы подбираете своим животным? Имена, вы знаете, иногда я подбираю. Там, Тувинский, там вот Арык у меня кличка. Арык у них проры, Арыки. То есть откуда привезли с того языка и берет? Например, еще часть яков есть. Три яка. Это вот я работал в Екатеринбурге по фамилии или по имени директоров цирка. Вот у меня родился один як, ну, у Яков родился як. Я назвал его Марчелин, а директор Марчелинский там. Ну, Марчелина такой. А еще какие интересные? Ну, вот видите, Марсик, он такой, как марсианин, вроде разномастный, разноцветный. Я его назвал Марсик. Другие там, вот, Лада у меня, например, Яков, девочка, которая на мотоцикле ездит, да? Вот она, ласковая, знаете, такая, ну, как, а Лада, Лада, Ладушка, вот это, вот поэтому ее Лада назвал. Есть агрессивный там, Дэн, например, назвал Дэн, как в Китае, Дэн Сяопин. И вот Дэн такой, знаете, агрессивный немножко, ну, Дэн Сяопин, не агрессивный, он наш друг был, но все равно как-то так получилось, что назвал Дэн. Другого, например, Кора назвал. А Кора как-то, это жена нашего выдающегося физика Ландау. Кора его жена была и как-то так, в таких честь великих людей я поназывал. А вот знаете, у меня вопрос такой, наверное, по репетициям больше. Когда вы только взяли Яка, да, и начинаете с ним работать, он же, наверное, вас не очень знает, не очень понимает. Пытаются вот на ранних этапах, может быть, как-то поддеть, подсадить на рога? Первое, когда я их привожу с гор, это агрессивный Як, это корида настоящая. Вот и зритель будет приходить, увидеть кориду настоящую. Да, его, да. Не дай бог, ударит, вот он ударит, пробьет и все. Что ему, в нем 450 килограмм, полтонны почти. Он ударит, вон рога какие. И то мы видим. Пытались на рога посадить когда-нибудь? Да, подкидывали не раз. Подкидывали, да? А что, наклоняешь, раз и улетаешь. Вот у меня недавно, сколько, полгода тому назад, служащий вел яка, вел яка и хлеб в тормане. Он потянулся за хлебом. Чувствует же животное. А тот отстранился, раз рогом, а улетел. И все, перелом бедра и теперь ходит с этой, со штырем, с металлической. То есть всегда надо быть на чайку? Всегда. Вас с вашим представлением, с быками, за рубеж не пускают выступать? Ну или не везде? Вы понимаете, например, в Японии нельзя, они боятся сибирской язвы. У них категорически, ни пальнокопытной нет. Когда-то пускали слонов, там это, лошадей, а сейчас и лошадей запретили. Бояться очень нет. А в такие страны почему? Я могу ездить свободно. Просто, вы знаете, обидно, что мало видят вот этих импресарио, такие номера. Единственное, здесь ездят я то в Сибирь, то туда, то сюда. А ведь надо на виду находиться. Я не знаю, как это делать. Никогда мы не привыкли идти там взятки, да, или что-то. Мы добивались и папы, и я своим трудом. Не зря. И отец был народный артист, и я народный артист. Я думаю, Бог Троица любит, и сын будет народным артистом. Ну вот я думаю, что теперь нижегородцы тоже смогут увидеть ваше уникальное шоу. Для зрителей я скажу, что называется оно «Корида». А вам хочу задать вопрос, а вы на настоящей испанской кориде были? Вы знаете, я на настоящей не был. Меня все... Когда-то у нас был генеральный директор, все обещал послать. Ну он меня послал, только не туда, куда нужно. Ну что ж, в этом месте я предлагаю прерваться на небольшую рекламу. Я напоминаю, что сегодня мы в гостях у дрессированных быков. После небольшой рекламы мы вернемся, и вот что вы увидите. А сейчас очень сложно. Месяц там, месяц там, месяц там. Вот эти переезды и для животных. А у нас настоящий классический цирк. То есть разнообразие жанров этого первое. Тут-то жонглеры, тут-то акробаты. Успел убежать, значит ты жив будешь. А не успел, он тебя сбивает и катать начинает лбом к землю. Понимаете? Вот. Пытались на рога посадить когда-нибудь? Да. Подкидывали не раз. Подкидывали, да? А что, наклоняешь, раз и улетаешь. Я напоминаю, вы смотрите программу «Про город». И сегодня мы в Нижегородском цирке. И беседую я с народным артистом России, руководителем программы «Коррида» Виталием Тихоновым. Виталий Викторович, мы вот сейчас для зрителей, скажу, переместились уже на цирковую арену. У нас за спиной проходит репетиция. Пока артисты тренируются, скажите, пожалуйста, вообще вы помните ваше первое выступление с этой программой? Я знаю, что Юрий Никулин даже участвовал в нем. Ой, вы знаете, ну, эта программа всего 4 года. А с Юрием Владимировичем Никулиным мы когда-то работали вместе. Я его провожал на пенсию в городе Твери. Раньше был Калинин он назывался, а теперь Тверь. И Юрий Владимирович изволил желание. Где он начинал, там он и закончил. Если я уточню, программа была другая, но это было бы просто начало вашей деятельности артистической. Ну, меня просто он пригласил работать. Я заканчивал всю программу, а он в первое отделение ко мне выходил в аттракцион. И вот честно сказать, его документы на директорство из Калинина, из Твери нынешнего, я возил лично к генеральному директору. А он мне сказал, знаете, ну, он очень с юмором человек. Ты, говорит, не смотри там ничего. Я говорю, да что вы, Юрий Владимирович? Он говорит, там просто мое заявление на назначение на Цветной бульвар директора. Я говорю, да я наоборот хорошо еду. Вот такой. А я ему говорю, а если меня не примут, и я там буду долго стоять? Он говорит, не надо ничего, скажите. От Юрия Владимировича никуда. И все, я пришел, а там совещание. Я говорю, скажите, я тоже тороплюсь. Секретарь пошел и тут же вышел. И меня отвели в сторонку генеральный. И говорит, что, как там, то. О, я говорю, он вас приглашает. Он хочет уходить на пост директора. Я так понял. Скажите, что я приду. Приеду. А вот что-то из выступления Юрия Никорина. Можете вспомнить, что-то яркое такое, что вам запомнилось на тот момент? Вы знаете, яркое было выступление. Когда-то я делал, вот первые мои шаги, был большой яг, и я ему одевал рога, признаете как, искусственные, но резиновые. В случае ударить, так вот. А зачем? У него же свои есть. А есть и камолы и с рогами, быки. Не все они с рогами. А они не все с рогами? И чтобы не рисковать, я думаю, дай ему резиновые рога одену. И я работал тогда с Юрием Владимировичем. Карнавал на Кубе было. Водная феерия. И вот я выходил, кориду делал. И у меня служащий поддатый не зацепил рога. И когда я выскочил, и он на меня пошел быть махнул. Рога улетели. И вот у них в зале шок. Обалдели, как олень скинул рога. И Никулин тогда присядочку. Раз. Ничего, ничего, ничего. Сейчас мы разберемся. Ну, слушайте, я так понимаю, что... Чтобы быть артистом цирка, наверное, надо родиться, что ли, изначально. Вот с этим настроем. Скажите, этому можно научиться? Или надо... Вы знаете, вообще вы правы. Артист ведь вот отсюда должен, от души быть. И тогда зритель чувствует, когда выходишь, хочешь поклониться и зрить. Или когда дело на это, ремесло уже, это уже... И сейчас такой зритель, простите за сказку, избалованный, что они все знают и все чувствуют. Видят, когда это трудно. Видят, когда это легко. Видят, когда это халтура. Понимаете? И так же вот, когда отсюда, от всей души выходишь и с уважением к зрителю, и зритель с теплотой тебя еще больше принимает. И вот, я не побоюсь этого сказать, у нас даже некоторые артисты выходят, да, какая им, отработал и ушел. А вот мы уже, как говорится, ветераны цирка. Вот я столько лет отработал, больше 50 лет, а всегда выхожу и нервничаю, переживаю перед тем, чтобы было все хорошо. А вот какое-то образование для того, чтобы стать артистом цирка надо, где-то его получают? Я вот закончил цирковое училище в Москве. Глядя на вашего деда, на вашего отца, когда вы шли учиться на циркового артиста, я думаю, вы понимали, да, что ждет вас кочевая жизнь. Скажите, это трудно? Постоянно перемещаться по стране, а не как вот, допустим, не знаю, работники заводов. Жить в одном городе, там, друзья, семья. Вы знаете, это, видно, специфика очень сложная. Ну, когда ты уже воспитался в семье артистов цирка, которые с месячного возраста каждый месяц переезжали. Ну, вы знаете, раньше как-то было легче работать. Я вам скажу почему. Мы сидели по целому сезону, наши отцы, деды, приезжали, например, в Горький, в ваш город, Мишний Новгород. Раньше был Горький, я помню, Канавинский район, он и есть, да, Канавинский? Да, да, да. Ну, вот, на этом месте деревянный цирк стоял когда-то, я когда-то там работал. Так мы, не мы, а наши деды и отцы сидели по сезону, вот они приезжают и 3-4 месяца сидят, и все это, и какой-то, ну, может, сейчас уже народ, как говорится, поизбаловался, ему давай что-то лучшее, каждый раз новое, новое. А сейчас очень сложно, месяц там, месяц там, месяц там, месяц там, вот эти переезды и для животных. Ну, а видно, лучше и не сделаешь, такая уже специфика цирковая, очень сложно. Виталий Викторович, а не было желания, ну, как-то вот поменять, может быть, свою жизнь, сказать, что, ну, останусь-ка я в Нижнем Новгороде, хороший город? Вы знаете, что я вам скажу, может быть, у людей, которые пришли в цирк и начали работать, может, у них такая тяга есть. А когда ты родился в цирке, у нас, говорят, родился в опилках, то уже даже когда приезжаешь в отпуск и долгое там время находишься, уже тянет поехать работать. Вот так вот настоящие артисты, привыкшие к цирку и отдающие жизнь. А что наша жизнь? Наша жизнь, кто это писал, на доске подкидную, в железнодорожном вагоне. Вот мы передвигаемся в железнодорожном вагоне или машинами, понимаешь? Но у тебя там есть какая-то романтика, я думаю, все равно. Вот, наверное, есть, просто скучать начинаешь о работе, скучать о зрителе, скучать. Даже вот мне сейчас, я все-таки прилично отработал, а все равно хочется все-таки работать и радовать зрителя как-то. И на манеже как-то преобразовываешься. Вот я думаю, зритель придет и просто увидит. Вот, кстати, давайте тогда расскажите для зрителей, что же за программу вы к нам привезли, потому что вот мы посмотрели на Бизонов, посмотрели, вот у нас за спиной артисты были. Что за программа ожидает нижегородцев, чего ждать, на что настраиваться? Вы знаете, наша программа, я вам не побоюсь это сказать, это бывшая советская программа советского цирка. То есть сейчас привыкли шоу, все, шоу, балет, шоу, вода, шоу, фонтаны, шоу. А цирка настоящая, это там то огнем играет, то танцует, то. А у нас настоящий классический цирк. То есть разнообразие жанров, это во-первых, тут и жонглеры, тут и акробаты, тут и эквилибристы, тут и эти самые воздушные канаты. Ну, в общем, почти все жанры. Тут и клоуны, которые разрядку дают, и очень приличные клоуны, вот вы посмотрите, Фома и Ерема. Народ очень радуется, когда они выходят на манеж и начинают, значит, свои делать репризы. Но, конечно, в основном, в основном в программе это животные. Самое центральное место занимают животные. А какие животные у вас есть? Животные, например, смотрите, сын работает. Работают лисы чернобурые, лисы такие наши, русские лисы. Теперь, значит, пума, хищница, без клетки работает, прыжки, прыгает. Теперь, значит, пони шотландские у него, ну, о бизонах уже говорили, бизоны. Там собачка ездит на велосипеде у него. Ламы, я еще видел. Не, ламы это в аттракционе, а в аттракционе уже большое количество животных. Какие? Ну, преимущественно. Тибетские яки, верблюды, корсиканские муфлоны, австралийские ламы, гималайский медведь. Например, петухи, ну, так всего где-то около 100 с лишним животных. Они, правда, очередуются, сразу всех не поют, но интересно, они каждый делают свой какой-то трюк. Поэтому вот зритель, когда приходит и маленький, и взрослый, они остаются довольны. И, знаете, многие благодарят спасибо, мы давно не видели такого классического цирка. На какое время вы к нам приехали, чтобы могли зрители ориентироваться? Вы знаете, недолго будет, и, понимаете, как мне кажется, название кориды, оно даже не соответствует. То есть она исполняется, корида, но, в общем, это классический советский цирк, давно забытый. А мы его воспроизвели, и, знаете, как говорится, люди выходят и радуются, что хватит уже это свет, балет, вода, все льется, все щиплется, все. А тут смотрят настоящие цирковые искусства. Ну что же, Виталий Викторович, спасибо вам большое за беседу. Я очень надеюсь, что нижегородцам понравится ваше шоу, и вам понравится нижегородская публика, в свою очередь. Ну а зрителям я напомню, что это была программа «Про город». Спешите видеть, как говорится. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok